Привет, братцы-рыбаки! Если у вас где-то завалялась вот такая вот какая-нибудь старая телевизионная антенна, не спешите ее выбрасывать. Это отличный материал для изготовления рыболовных приманок, таких как мормышки, блесенки на окуне и так далее. Потому что это латунь, тем более она еще вот снаружи немного хромированная, появится отлично, режется обычными ножницами. Сегодня хочу показать, как сделать простую маленькую блесенку на окуне. для зимней рыбалки. Вот, отрезал кусочек от той антенны, с него как раз выйдет две маленькие, так у него блесны, ширина у него почти 2 сантиметра, точнее 19 миллиметров. То есть мне понадобится кусочек антенны, паяльная кислота, пара крючков, крючки номера не помню, это еще совдеповские остались, ширина 6 миллиметров, длина 16 миллиметров. Кусочек пробки, маркер, ножницы, обычный паяльник, надфиль для обработки. Приступим. Для начала размечу и разрежу вдоль на две примерно одинаковых части. Это будут как раз заглятывочки под блесну. Уже металл, считай, скругленный немного, поэтому гнуть его дальше не обязательно. Сейчас рисуем форму рыбки и также ножницами потом вырежу. Все очень просто. Наметил центр приблизительно и все от руки. Рисую головку блесны, допустим, хвостик. Дальше это все вырежется ножницами очень легко. И со второй точно также. Приблизительно все, все на глаз. Размеров никаких не даю, потому что и сама антенна бывает разной ширины. Кому какие блесны нужны, то вот такие сможет сделать. Я буду делать маленькие окуневочки и все это просто вырезаем. Срежется вообще легко самыми обычными ножницами. Я сделаю даже, наверное, разных две блесны. Одну с хвостиком, а одну просто на утончение. Такая вот заготовочка одна у меня получилась. Сейчас буду вырезать вторую. Как я говорил, вторую буду вырезать без хвостиков. Будут разные. Все делается очень быстро. Буквально минут за 10 можно сделать блесенку. Такие вот заготовочки у меня получились. Есть у меня вот такой вот треугольный карандашик. Очень просто к нему прикладываю. Чуть-чуть подгибаем по центру. Одну будущую блесенку и вторую. Если карандаша можно использовать надфиль, напильник, что-нибудь треугольное в общем. Я показываю просто принцип изготовления. Форму вы можете выбрать самостоятельно, какая вам более подходит для ваших водоемов. То есть вот получается. Согну. Сейчас сделаю еще вот здесь вот хвостик. Более таки правдоподобным. И начну паять. В принципе, по идее, вместо блесенки можно было сделать точно такой же маленький балансирчик. То есть вместо одного крючка впаять один хвостик. Вот так вот. И один со стороны мордочки. Ну и соответственно вот здесь вот по центру поставить колечко. Вот вам готовый балансир. Был бы. Пока греется паяльник. Немного надо зачистить крючки. Чтобы лучше припаялись. Ну и соответственно сами заготовочки. С внутренней части. Паять буду вот с этой стороны. Все готово к пайке. Сейчас нагреется паяльник. А я в это время зафиксирую на пробочке блесенку. Крючок тыкаем в пробку. Вот так вот. И сюда же. Завожу вот так вот. Будущую блесну. Теперь это дело надо обработать кислотой паяльной. И приступать к пайке. Капнул кислоты. Теперь ее рыбочисточкой распределяю во всей внутренней поверхности. Капаю. Потом начнем разравнивать. Ну собственно вот и все. Ждем когда остынет. Итак вот первая блесенка готова. Осталось ее немного только обработать надфилем. И проколоть отверстие. Вот она какая получилась. Опять же вес там вы можете заранее отмерить со своими олова сколько вам надо. Если вам нужна конкретная граммовка я делаю все на глаз. То есть это очень быстро и эффективно. Точно так же буду делать вторую. Так же вот втыкаю в пробку крючок. Чтобы он был параллельно. Вставляю заготовку. Сейчас сюда капну кислоты. И так же начну паять. Распределяю паяльную кислоту примерно по всей поверхности зубочисткой. Краешки хорошо надо промазывать. Чтобы олова прям до краев было то, что получилось. Теперь точно так же беру паять. Капаю олова и паяю. Можно сказать вторая блесенка тоже уже готова. Жду когда остынет. Пока начну обрабатывать перо. аккуратненько надфилем скругляю краешки. Убираю лишний припой. Первая блесенка у меня уже практически готова. Сейчас вот эту часть покрою паком. Пока будет сохнуть. Начну обрабатывать вторую. Обратную втыкаю в пробку. Беру лак. И закрашиваю припой. Получилось. Пусть сохнет. Я пока займусь второй. Точно так же надфилем снимаю лишнее. О, у вас канифолью было. Маленько канифолью поступило наружу. Также немного снять фасочки. Убрать все заусенцы. И скруглить. Так вот что получилось со второй. Теперь точно так же проколю отверстие шилом. Близительно по центру. И так же покрою лак. Можно сказать, вот две блесенки я сделал минут за десять работы. Из подручных материалов. Без всяких там наворотов, форм. Так что, если кого-то это заинтересовало, берите на заметку. Тут никакого монтажа. Все прям делается быстро и очень просто. Если кого-то смущают вот эти вот раковинки. Это не беда. Можно еще раз включить паяльник. И маленько подправить. Мне это не нужно. Все равно, как ни крути, блесенки это тоже расходник. Поэтому для одеяла никогда не давать. Все, приступаю к кукировке. Ну, собственно, вот блесенки готовы, наконевые. Потратил я на них, ну, на изготовление минут десять. Ну, плюс еще минут десять лаксов. Вот такие вот они получились. Ну, сто процентов я уверен, что это влез на рабочие. В выходные собираюсь на рыбалку. Возможно, покажу, как они работают. Еще не понятно, куда мы поедем. Если на окуне, то я их обязательно испытаю. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите что-то в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Дальше вас ждет еще больше интересного. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.